Продолжаем читать книгу, 1901 год, издание «Введение в политическую географию». Глава четвертая называется «Строение поверхности». Темы формы поверхности с точки зрения физической и политической географии. Горы по отношению их к соседним народам. Горные походы, горные проходы и долины. Горное государство, тип и характер горных народов. Плоскогорья и роль их в истории культуры. Равнины, значение их в истории человечества. Кочевые и земледельческие народы. 1. Горы и плоскогорья Физическая география занимается одинаково изучением возвышенностей и впадин земли, наполненных и не наполненных водой. Причем в морях и озерах она тщательно отмечает глубины, чтобы составить себе ясное понятие о формах их дна. Политическая география сосредотачивается лишь на материках и островах, то есть частях суши, выступающих из моря, касаясь последнего только как жидкой среды, разделяющей твердые части земной поверхности. Для нее безразлично, какие глубины оказываются в морях, разделяющих части суши. Так, например, измерение глубин моря, открывшее в Тихом океане глубину в 9400 метров, не имело для нее значения. Так же, как и для истории Греции, наибольшая глубина Средиземного моря – 440 метров. В восточной части Эонийского моря – единственное исключение, когда глубина моря имеет важность для обитателей суши, а следовательно и для политической географии, представляет глубина полосы моря, прилегающей непосредственно к берегу. Это значение зависит от характера и разнообразия животной жизни в прибрежной полосе, отражающейся на продовольствии, торговле и населенности берегов. Близость к берегу мели, богатых рыбы, вроде Ньюфаундленской, вызывает усиленное скопление людей и приобретает большую промышленную важность. Так как для объяснения настоящего распределения суши и воды нам приходится общаться к прошлым, то можно сказать, что морское дно отражается до известной степени в истории. Политическая география не может ограничиться определением направления горного хребта относительно стран света, изменением его высоты и изучением его строения, но должна еще поставить себе вопросы, насколько эти горы обитаемы, какое они имеют значение для путей сообщения и для соседних народов и государств. Определение высоты над уровнем моря сохраняет свою важность и в политической географии. Но средними цифрами высоты материков она не может пользоваться в той же степени, как география физическая. Так зная, что средняя высота Европы равняется 280 метров, а Африки 670, мы представляем себе только, что большая часть Африки является плоскогорьем, а Европы – низменностью. Но Северная Америка имеет среднюю высоту, приблизительно равную Африке, в 600 метрах, и мы ошибочно заключили бы отсюда, если бы предположили, что первая по своему строению имеет сходство с последней. На самом деле в Африке преобладают плоскоголья, а в Америке – высокие горы и неземные. Преобладание известного уровня высоты в государственной области важно для нас лишь в том смысле, насколько оно благоприятно или неблагоприятно ее политической силе, насколько оно увеличивает или уменьшает ее плодородие и наследность. Для физического географа средняя высота Испании – 660 метров, только сближает ее с Африкой, а для политического кажется более важным обстоятельством, чем в этой стране. Слишком много гор в сравнении с пространством равнин и недостаточно рек для ее большого протяжения. Таким образом, для политической географии на первый план выступают не высоты, а формы поверхности, причем последние обусловливают влияние первых. Мы наблюдаем, например, такой факт. Вообще низменности гуще населены, чем возвышенности. Но уменьшение населения не находится в прямом отношении к увеличению высоты. Население бывает обыкновенно всего гуще на некотором среднем уровне высоты низменности. В Германии, например, наиболее низменные полосы, лежащие у самого моря, менее населены, чем более, возвышенные, находящиеся позади них, позади их. Другое уклонение от уменьшения населения с высотой заключается в том, что многие горы выказывают лишь местное увеличение населения. Горы, поднимающиеся в пустынях, лучше орошены и плодороднее привлекают прилежащих местностей и поэтому более населены. И причины промышленного характера, как, например, минеральное богатство, содействуют скоплению населения на высоких ступенях гор. Но, в общем, горные страны населены реже низменных в том же поясе. Между тем, как в Швейцарии мы находим 71 обитателя на каждый километр, в Бельгии их 207. Горы представляют совершенно иные условия для обитания человека в сравнении с низинами. С ними связаны климатические различия, уменьшение температуры и увеличение осадков вместе с высотой. Чем климат страны однообразнее, тем более поднимающиеся в ней горы играют роль климатических островов. В сущности, климат в горах на известных высотах равномернее, чем на плоскогорьях и в низинах. В сухих климатах местность тем здоровее, чем она выше. В этом смысле многие горные местности можно поставить рядом с низинами других климатов. Так, пастбища внутренней Аравии, обрабатываемые в возвышенности Судана и плоскогорья Южной и Северной Америки, принадлежат к однородным географическим явлениям. Возвышенности в 3-4 тысячи метров, как, например, на северном крае Индии и в тропической Южной Америке, представляют лежащие друг над другом пояса жаркого, умеренного и холодного климата, оказывающие то или другое влияние на человека. Подобно поясам растений, они представляют и пояса народов. Мы можем видеть это наглядно в населении Средней Азии, где выступают три формы или ступени поверхности. И им соответствуют три формы государства. Внутри гор мы видим грубые пастушеские и земледельческие народы. На окраинах гор теснятся плотные земледельческие, промышленные и торговые населения в самом пестром смешении. Далее по ту сторону культурных пространств в степи расселены номады. В нашей Средней Азии народные массы распределяются таким образом, что в степной области без Семереченской и в Закаспийской области приходится только 0,5-1,4 обитателей на 1 квадратный километр. 1,7-2,2 в области Сырдарьи и Семереченске и 7,7-9,3 в Фергане и Самарканде. В Хивинском и Бухарском оазисах приходится в первом 8, а в последнем 6 на 1 квадратный километр. С удалением в горы население быстро уменьшается. И в памирских областях, Рашане, Вахане, Шугнане доходит, вероятно, до низких цифр степных областей. Соответственно тому мы находим самые сильные государства в переходных областях и вальцах, где Бухара, Самарканд, Ташкент и Хива являются древними политическими и отчасти культурными центрами. Редко население степи облегчали для России доступ внутрь Средней Азии, а мелкие горные государства никогда им не имели настоящей самостоятельности, которая теперь уже окончательно исчезла благодаря разделу их между Россией, Англией и Афганистаном. Сами народы всегда понимали эти различия между возвышенностями и низменностями и выражали эти различия в названиях местностей, отмечающих их. Мы видим, что в языках всех народов в области обитания, которых существовали противоположности высоких и низких мест, как, например, в названиях Верхняя и Нижняя Германия, Верхняя и Нижняя Саксония, Верхняя и Нижняя Альпы, Гайлэнд и Лаулэнд в Шотландии, Абруцци и Компания в Италии и тому подобное. В горах существует внутреннее различие строения, оказывающее различные действия на историю народов. Крутой спуск Альп во внутреннюю сторону, то есть в сторону Италии, облегчал движение сверху в низину реки По и затруднял переход в эти горы в противоположном направлении, где возвышенности плоскогорья и глубокие речные долины окружают наружный край Альпы. Этот переход внутрь гор легче, однако, в западных Альпах, чем в восточных, перед которыми находится еще южная альпийская цепь. Сжатое строение Альп на западе соединяет препятствия на узком пространстве, где их легче было преодолеть тогда, как на востоке, расширяющиеся горы представляют препятствия, хотя и менее значительные, но на пространстве более обширном. Различие между горами для политической географии заключается, впрочем, не только в их высоте, но и в большей или меньшей возможности сообщения через них. В существовании большего или меньшего числа удобных горных проходов в Альпах вообще проходы ниже, в восточной стороне их, а в Гималаях наоборот, на западной. Проходы всегда находятся в связи с долинами и реками, образующими ведущие к ним дороги. Долина Рейса и долина Тачина – естественные пути к Сен-Гатаркскому переходу. Если бы Инн и Эч не прорезали северных и южных Альп, Бреннерский проход не имел бы принадлежащего ему важного значения. Где сходятся такие проходы, там возникают средоточия мирных сношений и воинственных предприятий. Таковы Валлис в Швейцарии, долина Верхнего Мура и прочие. Проходы имеют большее или меньшее значение, смотря по тому, перевязают ли они всю горную цепь или только часть ее. Так, римлянам достаточно было пройти через гору Женев, чтобы очутиться в Галлии. Некоторые проходы идут через поперечные гребни горы, как, например, Альбергский проход, разделяющий Тироль и Форальберг, то есть облегчающий переход из Северных в Центральные Альпы. Такие проходы важны для внутренних сношений в горах, устанавливая связь между большими продольными долинами горных складков, областей плодородия и наиболее оживленной и обеспеченной жизнью в горах. Так, проход Фурка соединяет Валлис с верхней долиной Рейна. В этих проходах мы видим, что они служат не только путями временного сообщения, но и настоящими жизненными путями гор. Вдоль проходов поселения и земледелия поднимаются на такую высоту, где иначе они едва ли бы развились, и самые высокие места обитания в горах лежат в самых проходах или около них. Историческую роль их мы видим в древней истории, когда римляне основывали в них свои военные колонии и в новейшей, и с той важности, какую, например, англичане придают проходам в Гималаях. Еще большее значение в смысле сообщения имеют горные долины, в особенности, когда по ним протекают большие реки. Даже и высокие горы с немногочисленными проходами могут получать, благодаря им, доступность для населения прилегающих долин и склонов. То же самое можно сказать обо всех речных долинах, даже относящихся к равнинам. Важность их для сообщения между соседними населениями зависит от рельефа почвы. И текущие в них воды только облегчают сношение простейшим видом их – плаванием на судах. Качество равнин в этом отношении бывает различным, смотря по тому, имеет ли дело с верхней горной частью или нижней низменной. Направление речных долин часто бывало решающим для известных местностей, вызывая возникновение в них городов, так как мы видим это в долине Рейна, Роны и многих других европейских рек. Особенное значение приобретают соседние соединения двух долин, орошаемых большими реками, как, например, это при слиянии Роны и Сены, обусловившем процветание Леона, второго города Франции. Происхождение таких важных пунктов объясняется тем, что в местах встречи двух рек мы находим всегда два наклона, и когда встречаются большие реки, то в этом месте соприкасаются и в образующейся общей долине соединяются обширные области. Форма долины, кроме того, не ограничивается каким-либо одним потоком, а часто повторяется и в реках, вливающихся в него, образуя так называемую речную систему. Так образуются речные бассейны, известные места которых приобретают большую важность благодаря сочетанию речных долин. Подобному сопоставлению обязана своим положением Вена, у которой соединяются южный склон области Мархии, склон Судетов и восточный склон области Дуная, начинающиеся у Шварцвальда. Ввиду различий для человеческой жизни, какие представляют горы и равнины, мы находим в тех местностях, где возвышенная форма переходит в ровную границу между двумя областями, имевшими неодинаковую историческую судьбу. Обыкновенно у подножья гор расстилаются равнины, тяготеющие к иному центру, независимо от соседних гор. Жители равнины могут слагаться в большие государства, осуществлять задачи, представляющие им в их исторической жизни и почти не касающиеся живущих над ними горных народов, продолжающих свое уединенное самобытное существование, помимо соседней равнины. Римляне долгое время не проникали в Альпы и только постепенно включили их в свои пределы, сперва с юга и затем с запада и с севера. Австрия, Италия, Германия и Франция всегда соприкасались с Альпами и даже опирались на них, но центр тяжести их лежал в стороне от этих гор. То же самое мы видим и в этнографических областях. Кельские, романские, германские и славянские народы поднимались в Альпы и селились там, но история их шла независимо от этих горных соплеменников. Малая доступность некоторых горных местностей вследствие их возвышенного положения, крутизна подъема и отсутствие долин, облегчающих доступ к ним, давала возможность образования самостоятельных народов, сохранивших свою независимость даже в том случае, когда соседние равнины заняты были сильными, завоевательными народами. Эти горные народы живут в своих высоких долинах, как на островах, замкнутые от всяких сообщений соседями, лишенные даже стремлений каким бы то ни было сношением с ними. Примеры таких народов мы видим во многих кавказских племенах. Как, например, в Сванетов, которые в количестве 12 тысяч человек живут у истоков реки Ингера и говорят на языке, непонятном для соседних с ними соплеменников. Такие же народные островки представляют собой живущие в средней возвышенной области Кавказа Тушины, Пшавы, Хефсуры. Шире распространены осетины, замыкающие верхние долины кругом Казбека. Язык их, будучи ветвью перса армянского языка, далеко уклонился от него, так же, как и религия, далеко отошла от христианства. И в других странах мы можем видеть, насколько сходные географические условия создают сходные этнографические явления. Ту же картину, какую показывает нам обширный и величественный Кавказ, мы видим и в уменьшенных размерах на небольшом острове Корсики. Там в каждой долине создавалось маленькое государство, которое применяло на свободе обычай кровавой мести и вело настоящую разбойничью жизнь. Как говорит один из знатоков Корсики об этих обитателях, недоступных горных уголков, при соединении их культуре, прежде всего, должно было бы начаться с их обезоружения. В горестом Афганистане только сильным властителям удается объединить живущие там горные племена. Где бы не видели эти самостоятельные горные... Где бы не видели эти самостоятельные горные народы, мы всегда находим у них присущую им самобытность. Они живут вне времени, вне культурных течений, соседних равнинных областей. Только жизнь в горной местности дает им объяснение самостоятельности и суровости нравов спартанцев. Таковы же были и шотландские горцы, которые еще в 13 веке отстаивали свои нравы и свой язык. Самобытность и простота нравов, какие отличают горцев, явились последними их последствиями их уединенной жизни и борьбы с тяжелыми естественными условиями. По большей части они недобровольно очутились в местностях менее пригодных для жизни человека, чем плодородные равнины. Они были вытеснены туда сильными завоевателями в места наименее удобные и приспособившись к жизни в этих последних воспользовались их недоступностью для сохранения своей независимости. Эти особые условия создали из них этнографический тип, резко отличающийся от жителей равнины. На самом деле жизнь на горах даже и в наиболее благоприятных условиях сопряжена с трудностями не существующими в низинах. Уже одно движение по наклонной поверхности требует особого напряжения организма. К этому надо присоединить уменьшение тепла и содержание кислорода в воздухе и вместе с тем и скудность растительной и животной жизни на возвышенностях. Подъем на высокую гору оказывает вредное физиологическое действие, выражающееся мышечным утомлением, соединением с повышением температуры, сердечным утомлением, ведущим к расширению сердца и нервным утомлением, закачивающимся полным упадком сил. У человека непривычного может произойти при этом особое недомогание, называемое горной болезнью, взымаемое уменьшением количества кислорода и углекислоты в крови вследствие разрежения и уменьшения теплоты воздуха. Новейшие исследования показывают, что в Альпах даже ниже 2000 метров в крови человека увеличивается число кровяных телец, то есть происходит сгущение крови. При постоянной жизни в горах в течение многих поколений организм человека приспособляется к ней, но претерпевает некоторые изменения, так же, как его характер. Жизнь в горах прежде всего физически закаляет человека, независимо от его воли, так как без такого закала в горах жить нельзя. Далее она развивает мужество и выносливость, что может видеть в горах и у пастухов и охотников и даже у дровосеков. При этом близость к безлюдным областям ледников, скал и лесов, действуя наподобие близости дремучего леса или моря, развивает чувство свободы. От постоянного общения с природой дух человека становится свободнее и самостоятельнее. Он сживается с окружающим и нелегко примыкает к новым условиям. Наконец, у жителей замкнутой долины вследствие общих опасностей и лишений устанавливается более тесная близость, чем у жителей равнины. Уединение гор, подобно пустыням, располагает и к развитию религиозного чувства. Кроме этих особенностей характера горцы обладают и некоторыми исключительно свойственными им физическими признаками. Их всегда изображают коренастыми и приземистыми, такими путешественниками описывают обитатели гор в Африке и Меланезии. Существует наблюдение, относящееся еще к началу нашего столетия, что некоторые горные народы, как, например, обитатели южноамериканских ант, отличаются сильным развитием грудного ящика. это приписывается необходимости усиленной деятельности легких и грудных мышц вследствие разреженности тамошнего воздуха. Эти особенности горных народов, зависящие от действия на них географических условий, происходят от того, что нигде в других местностях, даже на островах, мы не находим столь же изолирующих условий, как в горах. Острова посещаются соседями и мими идущими судами, и часть пришельцев остается там, но в горах этого не бывает, и поэтому они дают начало более характерным этнографическим типам. Срезка определенной физиономии эти народы выступают и в истории. Ретийцы в Альпах и корсиканцы казались древним писателем упырями и непокорными, и такой же славой пользовались впоследствии швейцарцы и тирольцы. Если подобные народы выказывали себя в истории преимущественно со стороны своей способности к сопротивлению, а не к нападению, то это зависело от их малочисленности и отсутствия сплоченности между обитателями отдельных долин. Условия горной жизни иногда налагают, впрочем, непосильные задачи и на местное население, и организм человека тем не крепнет, ослабеет и вырождается. Таковы многие недоразвитые и уродливые формы, которым принадлежат кретины, известные в Швейцарии и на Кавказе и в других горных странах. Совершенно особую роль играют в истории человечества плоскогорные и плоские возвышенности, встречающиеся в наибольшем развитии в Азии и Африке, имеющие важное значение и в Америке. Плоскогорья соединяют в себе отчасти свойства гор, вследствие более или менее возвышенного положения над уровнем моря и отчасти свойства равнин, так как они лишены раздробленности настоящих гор. далеко не все плоскогорья, впрочем, можно назвать настоящими равниями. По большей части они окружены горами или по ним проходят горные хребты. С окружающих возвышенностей плоскогорья получают лучшее орошение, хотя при этом могут иногда оставаться без леса. в следствии своей высоты они могут достигать своих обитаемых, доставлять своим обитателям чистый воздух и ясное небо, но иногда требуют от них такого же напряжения сил, как и настоящие горы. Высота некоторых плоскогорий, в особенности величайших плоскогорий Азии, типом которых можно служить. Тибет создает большие затруднения для человеческого обитания разреженностью воздуха и суровостью климата, поэтому такие плоскогорья малолюдны и не играют заметные роли в истории человеческой культуры. Совершенно иное значение они приобретают в жарких влажных странах. Каковы северная половина Южной и Средней Америки. Там они представляют оазисы или острова умеренного климата и способствуют образованию культурных государств, между тем, как окружающие имени зимы остаются в диком состоянии. В Америке мы видим целую цепь культур на нескольких проскогорьях идущих в Средней Америке от Новой Мексики через Северную Мексику, а на Гуак, Мистеку до Юкатана и в Южной Америке от Колумбии до Чили. Ни одна из плодородных лесистых стран Южной Америки и ни одна из степных восточных стран ее во внутренней Бразилии и на Лаплате не создали культуры. Это оказалось возможным только для связанных между собой высоко лежащих травянистых и хорошо орошенных равнин Аннского хребта. Эта культура плоскогорий как в Перу, так и в Мексике опирается на большие оседлые земледельческие расы, подобно китайской, могла вобрать в себя различные вражеские нашествия, не теряя своего оригинального характера и не спускаясь своих высот. Большинство человечества принадлежит к равнинным народам, и оно сознавало всегда свою противоположность народам горным, хотя оно вытесняло вытесняло их в недоступные места и вследствие их независимого духа от частой опасности, какой они угрожали мирным населением соседних равных. Старались ослабить их и подчинить своей воле, но оно всегда отдавало должное их энергией неустрашимости и само охотно вело свое происхождение от горных народов. Так арийцы считают себя потомками народов Кавказа и называют себя именем кавказцев. Горные местности образуют замкнутые и малочисленные политические единицы. Но их не следует представлять себе связанными лишь с очень тесными пространствами. Им принадлежат не только долины, но и горные пастбища, на которых обитатели их пасут свой скот, служащий для них главным источником существования и которые могут занимать большие протяжения. Когда горные общины соединяются в одно политическое целое, то в их руках могут оказаться большие площади земли, как мы видим в Швейцарии, которой принадлежит поверхность 41 346 квадратных километров, населенных правда только тремя миллионами людей, между тем, как в Саксонии, Вертемберге и Гассене почти на таком же пространстве живут 6,5 миллионов. Поэтому насколько сила государства заключается в его пространстве, она выражается в достаточной степени в государствах, подобных Швейцарии. На нее смотреть обыкновенно, как на на нее смотрят обыкновенно, как на очень маленькое государство, принимая во внимание лишь обитаемые местности ее и заставляют и забывают, что остальные части поверхности ее гор также принадлежат ей, составляя около четверти настоящих Альп. Именно этому обстоятельству она и обязана своим самостоятельным положением среди четырех великих держав в области, заключающие важнейшие проходы из Северной Европы в Южную. Те же причины, то есть условия жизни в горах при редком населении и больших свободах пространств и больших свободных пространствах содействовали образованию особых отпечатков у горных народов, не сохранивших своей независимости и вошедших в состав прилегавших к ним территорий равнинных государств. Это можно сказать, например, о Савойе, Дофине, принадлежащих к Франции и Тироле, Штирии и Каринтии, составляющих вполне самобытные области в австрийском государстве. Не только высокие горы, изолирующие своих обитателей, но и горы средней и даже небольшой высоты играют самую существенную роль в строении поверхности страны, являясь существенным орографическим элементом ее, но его не следует считать единственным достойным влиянием, затмевающим все остальные. Для нас всего важнее общий характер, какой принимает, придает стране сочетание всех орографических элементов, но мы должны различать и в отдельности эти составные части ее. Так в Италии на полуострове в настоящем смысле слова мы видим преобладающие преобладания опенин, сопровождающими их по обеим сторонам уступами низинами. за этой частью следует низина по, примыкающая с другой стороны к предгорьям западных и южных Альп. Кроме того, вполне самостоятельное значение имеют Сардиния и Сицилия. Говоря об обеимском полуострове, мы не должны забывать, что более половины итальянского королевства живет в отделе Альп в низине по и на островах. При всех различиях поверхности Франции и Германии мы видим в них сходство элементов строения их поверхности. В общих преобладают горы средней высоты, в обеих преобладают горы средней высоты. Обращение к большим низинам, обращенные к большим низинам, ведущим к морю. Во Франции в западной, а в Германии на северной стороне, в то же время обе страны прилегают к Альпам. Несмотря на разнообразие строений Англии и Уэльса, им обоим свойственно разделение на восточную низину и западную горную страну. Хотя отдельные хребты и речные бассейны благоприятствовали развитию небольших исторических областей, но указанное деление имело преобладающее значение в историческом отношении. Еще в римскую эпоху юго-восток Англии, колонизированной римлянами, резко отличался от горной страны, остававшейся в руках кельтского населения и перевес земледельческой равнины восточной Англии, обозначивающийся уже весьма давно, удерживался до наступления промышленной эпохи в предпрошлом столетии. Только тогда, когда получили значение уголь и железо в западной и северо-западной части страны, население могло скучиться в горных местностях и у подножия гор мог образоваться ряд многолюдных городов от Бирмингема до Глазга. Значение, какое имело для Греции раздробленность ее на мелкие горные и равнинные местности, слишком известно для того, чтобы на нем надо было останавливаться здесь. На самом деле, небольшие плодородные низины вокруг Афин и Аргас окажутся бухтами в чрезвычайно запутанном строении гор, общую чертой которого можно назвать лишь близость к одному и тому же морскому берегу. В данном случае мы можем видеть политическую важность, какую имеет способ сочетания орографических элементов страны и в особенности места их соединения или разделения. Противоположность между однообразным и раздробленным строением поверхности и расположением орографических черт страны по общему плану или по отдельным особенностям всего более выражается в образовании государств. в том обстоятельстве что большие государства развивались на больших реках. Орографические условия выступают на первый план, так как они образуют бассейны, в которых развиваются реки. Олеганские и скалистые горы своими возвышенностями на севере примыкают к бассейну Миссисипи и эта река со своими притоками занимающая огромную область в 3 миллиона квадратных километров служит выражением великого орографического расчленения Северной Америки. В Южной Америке мы находим такое же великое строение поверхности и соответствующие величественные реки. Громадная область Бразилии соответствует бассейну Амазонки, а длинный ряд тихоокеанских государств к длинному непрерывному протяжению Ант. И великие исторические области Азии определяются орографией. Линия проведенная от Гендукуша к Верхоянским горам разделяет эту часть света на половину низин и половину средних возвышенностей на западе и севере и на половину плоскогории на юге и востоке. Енисей течет вдоль западного края горестой и холмистой области и отделяет низменную ровную степную область западной Сибири. От гористой и лесистой Восточной Сибири. Далее на юге плоскогорье внутренней Азии образует связующее звено почти для целого целой четверти этого материка. Здесь находится родина кочевников тревожащих Азию и вместе с тем Европу. Обособленные в культурном и политическом отношении страны Индии, Индокитая и Восточной Азии лежат к югу и к востоку от этого плоскогорья. Узел Памира вместе с крещением пяти больших горных рептов был и остается до сих пор могущественным пограничным столбом, обозначающим границу между Передней и Внутренней Азией, а также между Индией и Тураном, служа пунктом пересечения русской, английской и китайской сфер влияния. Строение Африки отличается своего рода величественной простотой. В ней, за исключением Марокко, мы видим общую орографическую черту, которую можно назвать основной узкая пограничная полоса террасы и плоскогорья. Одинаково следуют друг за другом в Натале и в Абиссинии, в Капской области и в Либерии. Отмечая главные черты строения поверхности, мы получаем только общее понятие о строении этой последней. При более подробном изучении ее, мы видим и другие черты, имеющие иногда существенную важность для человеческого населения. Так огромное распространение бассейна Миссисипи в Северной Америке заставляет отступать на второй план окраины ее, горы. То есть систему Алиганских гор и западная плоскогорья. Эти окраины требуют тем не менее подобного подробного знакомства с ними, так как их различия имели существенное влияние на жизнь народов Америки. И для знакомства с Италией нам недостаточно было бы остановиться на общем развитии Альпийского и Апининского отделов ее. В Индии мы отмечаем две основные черты строения Деканское плоскогорье и Низинганга и Инда. В небольших исторических государствах мы должны принимать внимание все разнообразные их строения, так как в этом разнообразии заключается ключик их истории. Типичным примером их всегда остается Греция, беспорядочное пересечение гор, которое разделяет ее на горные и низменные местности, примыкающие друг к другу, но имеющие различную историческую судьбу. Эта судьба во многих странах своих находит объяснение в орографии и сказано выше о значении различий строения гор для жизни народов мы можем заключить, что препятствия, которые они представляют распространению человека, зависит и от их высоты, и от их проходимости, и доступности, и от их направления. Но горы не только задерживали, но и направляли движение народов. в этом смысле они вызывали известное расположение политических и даже культурных областей. Альпы отделяют средиземную часть Европы, составляющую одно целое с Северной Африкой и Западной Азией от Средней и Северной Европы. Таким образом Альпы явились причиной, почему Европа к северу от этих гор разделилась на Западную, Среднюю и Восточную. Христианство, проникнув в Средиземную область и Западной Азии, не перешло прямо через Альпы, а распространилось в Среднюю Европу с Запада. Продолжение следует...